Сейчас к нам пришел Егор Фирсов. Он с сегодняшнего дня стал почти народным депутатом Верховной Рады и прошел в парламент по списку политической партии Украинский демократический альянс за реформы. Это так правильно расшифровывается партия Удар Виталия Кличко. Он в Донецке возглавляет Донецкую областную организацию политической партии Удар уже не первый год. И теперь он вырос до такого состояния, как стал народным депутатом Украины. Это кто-то вышел и Егор получил свою квоту. 36 номер, да, у тебя был? 37 номер. Вот у меня, Егор, к тебе такой вопрос. Сколько стоило тебе получить мандат? Сколько стоило? Ты имеешь в виду сил или нет? Ну, материально. Нисколько. Просто все говорят у нас в стране, знаешь, как депутаты, у них там всегда Мерседес и так далее. Все тратят большие деньги на это. Ты знаешь, когда я возглавил партию Удары, когда я стал 37 номером в списке, я учился на третьем курсе в университете. И, ну, скажем так, кроме... То есть сейчас ты на четвертом курсе? Нет, это в 2012 году я учился на третьем курсе. Сейчас я заканчиваю магистратуру. 24 числа у меня последний государственный экзамен. И я собираюсь выпуститься, закончить Донецкий национальный университет с красным дипломом. Вы уже привыкли, чтобы теперь Егор Павлович. Ну, давайте так. Можно на самом деле Егор. Все-таки вопрос вот в чем. Последние события, которые были связаны с Ударом, это то, что Виталий Кличко снял свою кандидатуру с президента президентской гонки и пошел в мэры. Вот для вас лично это хорошо, плохо? Не было разочарования? Я вам скажу так. Во-первых, в первую очередь это честно. Честно, потому что на протяжении последнего года мы заявляли о том, что должен быть единый кандидат. Этот единый кандидат должен быть с максимальным уровнем поддержки. Да, действительно, Виталий Кличко на протяжении определенного времени был политическим лидером с максимальным уровнем поддержки. Но после того, как не стало Януковича, скажем так, избиратель изменил свои взгляды. И мы проводили свои внутренние социологические исследования, которые показали о том, что действительно Петр Порошенко сейчас пользуется наибольшей поддержкой среди населения. И таким образом, да, это было больно. Да, это было больно, вот я скажу о себе, да, и о своей команде в Донецке. Ну, мы два года работали на, ну, скажем, Кличко президента, да. И вот, ну, такой сдвиг, внутренний сдвиг парадигма все-таки произошел, я думаю, не только у членов партии удар Донецкой области, но и по другим регионам. Но еще раз повторю, вот в первую очередь это честный поступок. А вот чем связано? То есть ушел Янукович и Кличко стал менее востребованным электором? Почему? Нет, ну, я думаю, это не секрет, что именно Кличко, скажем так, противопоставляли Януковичу. Это вот, ну, в политическом ринге наиболее сильным соперником для Януковича был бы Кличко. Вот, ну, не стало Януковича, избиратель изменил свои взгляды, поскольку вот задача нового президента была, заключалась в генерации идей. Ну, я думаю, что у Петра Порошенко действительно, это надо признать, в какой-то степени больше государственного опыта, и в какой-то степени он в будущем должен лучше справиться с ситуацией в стране. Вот расскажите вообще, вот мне интересно, как человек, который, ну, примерно одного возраста, так понимаю. Потому что нет, вы младший, но... Нет, не 25. Как это происходит? То есть вот, мне даже интересно почувствовать, что приехал Кличко как-то в область, или мы ему представили. Вы закрылись комнате, он говорит, Виталий, тут такое дело, вот говоришь, вот я хочу быть депутатом, можно я тут... Нет, 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 абсолютно нет, абсолютно это не так. Я думаю, в каждой партии существуют, скажем так, определенные правила, да, работы. В 2012 году я написал письмо в партию «Удар». Так. Тогда партия еще была, ну, скажем так, не так востребована, имела около 2% рейтинга. Действительно, мне импонировал Кличко как лидер. Я написал партию, меня со мной связались, пригласили, вот пригласил народный депутат Владимир Константинович Куриной. Он в то время возглавлял, еще не был народным депутатом, возглавлял региональный департамент, да. Мы обменялись, скажем так, информацией, я высказал свое видение работы в Донецкой области. Я думаю, оно в какой-то степени понравилось. В чем, в чем, в чем, в чем составляла уникальность свое предложение? Я не знаю, насколько уникальность, скорее, скорее больше действенность. Ну, я не знаю, зайдите там, вот прогуглите, в Ютубе посмотрите, что мы, наша, наша организация «Удар», да, в Донецкой области, я думаю, что была наиболее активна. Мы боролись, скажем так, за демократические ценности, ну, действительно, как могли. Мы не боялись, формировали там автомайданы, ездили к Януковичу, устраивали музеи обещания Януковича, ездили автомайданами к Ахметову, защищали там территориальные громады городов, Макеевки, ну, и так далее, я думаю, это легко-легко. Егор, вот все-таки, возвращаясь к финансам твоим, в 2012 году была у тебя пресс-конференция, и ты тогда еще баллотировался на должность депутата. Я у тебя спросил, почему у тебя нулевая декларация была, то есть у тебя, как у кандидата, везде были прочерки, даже квартиры не было. У тебя что-то изменилось с тех пор? Да, у меня изменилось с тех пор, я был помощником народного депутата Гурвица, и, ну, естественно, исполнял функции не на общественных началах. Да, у нас есть видео, где ты отвечаешь как раз на мой вопрос в 2012 году об этом. В прошлом году получили зарплаты? Я не получил зарплаты. Ну, вот ваш источник дохода какой? Мой источник дохода это бизнес, я получаю деньги из интернета. А вы сдали налоговую декларацию, да? Нет, это деньги, которые я не декларирую. То есть вы как кандидат народного депутата в ЦИК не отправили? Нет, это деньги, которые я получил электронный, это веб-мани, это, в принципе, нормальный процесс. Это веб-мани, который я перевел в наличие. Кандидировали все-таки? Да, я сейчас отвечу на вопрос. Да? В чем вопрос? Вопрос в том, что веб-мани, если я получаю веб-мани, я иду в приват-банк, отправляю этот перевод, и в конце года, вернее, в начале следующего года, я иду в налоговую и 15% облагаю их налогом. Потому что это прибыль, которую я получил вне трудовой деятельности. Так или иначе, это прибыль. Я отвечу на ваш вопрос. Действительно, у меня до определенного момента было несколько интернет-сайтов, связанные они были с боксом. Это unbox.su и mediaboxing.com. Это были сайты, которые не приносили мне глобальной прибыли в виде, там, 5-10 гривен или долларов. Выражалось в рекламе 10, 20, 30, 40 долларов. В день? Нет, не в день, в месяц. Я вас перебью, мне пишут, что Тимошенко сейчас вещает в Донбасс-арене в прямом эфире у Савика Шустера. Ну, взаимоотношения Владимира Савика Шустера – это отдельная тема нашего эфира. У меня вопрос такой. Закончим с приятной частью. Да, да, да. Придем к неприятной части. Вас, как человека, который, опять же, примерно нашего возраста, не коробит то, что очень часто говорят, что Виталий Кличко за все эти годы не стал все-таки политиком такого масштаба, чтобы публично выступать, публично дискутировать, открыто выражать свою точку зрения, отстаивать ее, потому что в этом есть и косная язычность, и нехватка материальных знаний, и нехватка понимания процессов. Хотя, при том, что, когда лично с ним общаешься, понимаешь, что это, в общем-то, не то, что не глупый, очень не глупый человек. Что произошло? Почему он не смог трансформироваться? Вы правильно сказали о том, что это не просто не глупый, а очень не глупый человек, да, это достаточно интеллектуальный человек. И Виталий Кличко учится, учится, и вот я еще раз повторю, главный козырь Виталия Владимировича в том, что он очень искренний и честный, он честный перед самим собой. Действительно, можно было сейчас бить себе в грудь, да, испытывать какие-то амбиции, пойти на президентские выборы, разделить, скажем так, электорат, набрать какое-то там второе место, например. Нет, критика не в этом. Я говорю сейчас о принципах, о принципности. Почему меня должно коробить? Вот я не вижу ни одного аргумента или ни одного качества, да, в Кличко, которое бы меня коробило. Скажи, я перебью, все-таки, вот опять же, не в обиду буду сказать, это мое личное восприятие, если там кто-то увидит нас, слава богу, Виталий Владимирович не баллотирует с президентой, то, как даже вы сейчас выражаетесь в эфире, и как он выражается. Ну, у вас более связано это получается. Спасибо, я думаю, Виталий Владимирович тоже неплохо получается, и я не пойму суть вопроса. Нет, суть вопроса в том, что мы все ожидали, что вот-вот Виталий Владимирович наконец-то сможет быть на таком уровне, чтобы мы можем воспринимать его не просто как человек, который учится, политик, который учится, ну, сколько уже можно учиться, он уже в парламенте два года, а уже как зрелого политика, который может выражать свои мыслинии. Мастафа, вы в журналистике, я думаю, не два года, да? Ну, я думаю, значительно больше. И если бы вы были два года, у вас бы, наверное, не удался проект Хромадского, вы бы не считались одним из лучших журналистов в Украине. Но он тоже в политике с пятого года? Он был в локальной политике с пятого года. Он баллотировался. Ну, достаточно, я не знаю, достаточно когда, тогда, когда действительно твои профессиональные качества как политика выходят на первый план. Кому-то нужно два года, кому-то нужно пять лет, кому-то нужно десять лет. Поэтому у Виталия Владимировича, у Кличко, да, у партии «Удар», у команды в целом, потому что у него действительно большая, мощная команда и в парламенте, и на местах. И еще все впереди. — Егор, так какой же план для Донецкой области? Что делать, чтобы ситуацию как-то ввести в спокойное русло? — На самом деле ситуация в Донецкой области настолько многогранна, что вот, в общем-то, не знаешь, с чего начать. Она многогранна плоха. Но ключевые позиции, которые нужно делать, они на самом деле очевидны. Первая позиция. У нас есть губернатор. И проблема губернатора заключается в том, что он не общается с людьми, с активистами, да, которые выходят на улицу, с лидерами общественного мнения. Я могу вот спросить у Алексея, сколько раз он в Донецке встречался с губернатором и обсуждал какие-то реальные проблемы. — Я лично? — Да, да. — Три раза? — Три раза. И я думаю, что после твоих обсуждений движения никакого не было. Это, скорее всего, было просто приятное. — Он перечислил одну свою заработную плату на развитие общественного телевидения. И это, в общем-то, все. — Ну, вот это самая главная проблема. Сейчас губернатор должен сесть за круглый стол с общественными активистами Донецка, с комитетом патриотических сил Донбасса, который не боится, а выходит на улицы, да, не проводит. — То есть вы опять все возлагаете на кого-то, на губернатора? — Нет, я не возлагаю. Я готов взять ответственность, и я буду брать на себя инициативу и ответственность, да, но должен быть какой-то диалог. То есть я должен прийти, с одной стороны должен сидеть губернатор, с другой стороны должен сидеть начальник областной милиции, и мы должны приходить к какому-то консенсусу. Что касается, например, шагов в правоохранительной сфере, то начальник милиции пришел, возглавляет наш правоохранительный орган, и не развенчал множество мифов, которые до сих пор спрашивают у меня, ну, локальная милиция, милиция с городов. А правда, что сюда приедет правый сектор? А правда, что у нас нам урежут зарплаты? А правда, что там будет какое-то отделение? То есть милиция демотивирована, и у нее множество таких фальшивых вопросов, которые надо развенчивать и общаться со своими подчиненными. Вот, к сожалению, Константин Пожидаев этого не делает, и, по моему мнению, вот сейчас диалог, да, со всеми группами, которые должны вырулить из этой ситуации, он первичен, потому что мы сейчас барахтаемся каждый в своем направлении. А вот скажите, есть ли проблемы в том, что, самый большой вопрос, Тарут воспринимает Донецкий как своего донецкого? Нет, нет, его не воспринимают как донецкого, опять же, чтобы его воспринимали, он должен говорить по-донецке и говорить с донецкими, да, то есть он должен быть открыт. А как кого он воспринимает? Его воспринимают как, действительно, у него есть авторитет предпринимателя, бизнесмена, этот авторитет очень высокий, но не более. Вот я вижу, что он был не способен вырулить из этой ситуации, по сути, не вырулил из нее. У Коломойского получилось, хотя это тоже, там, миллиардер, да, а авторитет тоже не получилось, вот катастрофически не получается. Причем, я вам могу сказать, я общался с Сергеем Алексеевичем, ну, не один раз, да, это было больше десяти раз, и мы общались по поводу кадровых назначений. Вы, например, знаете, что наш начальник милиции Пожидаев до этого возглавлял милицию в Кировоградской области при Януковиче. То есть о чем это говорит? О том, что у него было мировоззрение, когда он разделял позиции Януковича, разгоняли людей на Майдане, он не писал заявление, убивали людей на Майдане, он не писал свое заявление. Потом произошла смена власти, и, знаете, как колоду карт тусуют в одну и ту же сторону, из отбоя взяли, опять в колоду положили. Точно так же и Пожидаев вернулся руководить Донецкой. А у вас, у вашей партии какая-то квота есть в администрации? Ваши люди какие-то? Сколько вы? Боретесь за эти квоты? Смотрите, я вам так скажу. После того, как премьер-министром был назначен Арсений Яценюк, вы знаете, наверное, позицию нашей партии о том, что мы не участвовали в правительстве, и у нас не было никаких квот, но к Тарути, когда у нас состоялись первые встречи, я дал ряд предложений, в том числе и в правоохранительной сфере, тех людей, которые бы могли возглавить те или иные направления. Вот насчет неучаствия не в квоте и так далее. Ну, есть мнение, существует, что это такое лукавство, потому что на самом деле многие замминистры были пролоббированы как раз с Ковальчуком, но даже если это отставить, глава СБУ в стране, это ваш представитель. Вас к нему. Есть? Вот как гражданина СБУ. Есть вопросы? Смотрите, вот что касается Валентина Наливайченко, то вы, наверное, прекрасно знаете о том, что Валентин Наливайченко был назначен в очень экстренный промежуток времени, когда надо было принимать главные решения. секунду. Второй момент. Ну, я думаю, что вот по состоянию на сейчас опытней, компетентней человека, чем Валентина Наливайченко, ну, наверное, в сфере правоохранительной службы безопасности Украины, наверное, не было вообще. И если идет речь о том, что если у меня есть вопросы к СБУ, да, есть к СБУ. Есть ли у меня вопросы к Валентину Наливайченко, то, наверное, нет. А как это? Объясню, почему. Я объясню, почему. Если речь идет о Донецкой области, я не буду говорить о Киевской, о других каких-то областях, то в Донецкой области СБУ за время правления Януковича, наверное, процентов на 99 превратилось в ФСБ. И я не думаю, что это вина Наливайченко или вот этого правительства. Это, ну, скорее даже не наша вина, это наша беда, с которой мы столкнулись. И систему правоохранительных органов, особенно систему СБУ, просто нужно выстраивать заново. Но, смотрите, история же очень простая, да, то есть если и господин Наливайченко возглавляет СБУ, при этом захватывает здание СБУ в Донецкой области, так? Ну, давайте так, нет, вернемся к тому, о чем я говорил, что на востоке Украины, наверное, корректней, вот мы говорим о форме, да, ну, что о форме, а давайте поговорим о содержании. Активисты, скорее, захватили не здание СБУ, да, а здание ФСБ, о чем я говорю, что там работают предатели, которые работали во время Януковича. А когда мы начнем уже оценивать Валентина Наливайченко по его действиям? Сложно сказать, я думаю, что корректней этот вопрос задать самому Наливайченко. Я думаю по конкретным результатам. Вот нужно подвести конкретную черту, да, и сказать, вот где он справился, а где он не справился. Но, насколько я знаю, единственный орган, который сейчас задерживает и коррупционеров, диверсантов, и вообще, скажем так, рабочие, это действительно СБУ. Ну, это, ладно, окей, давайте будем вникать в этот вопрос. Павел Егор, а какое отношение, вот, Ваша партия, как относится к Ренату Ахметову? Вообще, вот, Ваша областная организация. Ну, мне сложно сейчас говорить. Ну, Вы считаете его позитивным или негативным героем? За всю областную организацию. Я выскажу свое мнение. Я считаю его очень специфическим героем, и ни в коем случае бы по состоянию на сейчас я бы не оценивал Ахметова как позитивного героя. У Ахметова в данный момент есть, ну, выбор, как он войдет в историю, как успешный миллионер, миллиардер, или который, возможно, даже, ну, скажем так, потратит все, да, на разруливание вот этой ситуации. Дело в том, что вот по последним событиям, когда Ахметов приходил к активистам, ну, я рассматриваю это исключительно как какие-то двойные стандарты, потому что он не приходил, например, к активистам Майдана. После этого не шел к Януковичу, да, не спрашивал требования у активистов Майдана, но при этом почему-то пошел к пророссийски настроенным активистам, и, ну, так, неплохо, неплохо с ними дружелюбно общался. Ладно, давайте последний вопрос, вот, потому что у нас еще есть гости. По идее, ну, по логике, вы должны сейчас агитировать за Петра Порошенко. Да, конечно. Да. Давайте так, поменяемся местами, я буду теоретическим таким вымышленным жителем Донецкой области, и вы мне попробуйте убедить, что нужно голосовать за Порошенко. Ну, вы знаете, вот тут бы я хотел поставить три точки, если у нас сформирован штаб Петра Порошенко, в который я вхожу, но вот в данный момент в штабе есть две функции, у Донецка есть две функции. Первая функция – это сохранение выборов, да, как таковых вообще. То есть проведение выборов? Да, проведение выборов. А есть сомнения, что они будут проходить? Существенные. Существенные о том, что действительно их могут срывать. Так, хорошо. А кто их срывает? Пророссийские активисты. То есть не внутреннюю политическую историю Украины, а внешнюю историю? Внешнюю, да, внешнюю. Так, хорошо. То есть и вы не будете агитировать за Порошенко? Нет, я не сказал о том, что я не буду агитировать за Порошенко. Я сказал о том, что пусть вам отвечает на этот вопрос тот, кто в штабе занимается агитацией. Я занимаюсь некоторыми другими функциями, поэтому… А не страшно вообще, ладно, прямо, а не страшно вообще агитировать за Порошенко в Донецке? Или за Тимошенко даже? Нет, ну, в Донецке все страшно, да, что не связано с регионами и партией «Русский блок». По состоянию на сейчас в Донецке страшно все. Мы проводили митинг, я думаю, вы об этом знаете. В четверг он собрал пять тысяч, ну, около пяти тысяч человек. И я могу сказать, что я действительно шел туда на… Ну, я был готов к тому, что либо могут меня, в частности, да, и других активистов убить, либо очень жестко повредить здоровье. Поэтому вот в Донецке сейчас очень опасная ситуация, и, по сути, мы рискуем всем, а самым главным – это здоровье. Ну, мы понимаем, на что мы идем, ради чего мы это делаем. Спасибо большое. Спасибо, Егор. 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 Егор.